Верховный суд, самый гуманный суд в Дагестане, к сожалению, Советский суд окончательно утратил свою независимость и полностью, уже бесповоротно превратился в филиал Следственного комитета. Моя невидомность, как я уже один раз говорил, стала очевидной просто уже на дальнуто неприличие. Вот эти судьи Советского Суда, они там уже по кругу пошли, в приватных беседах признаются, что все прекрасно, понимают, но у них пока не хватает смелости, пока, они это подчеркнули тоже, вынести законное, единственное верное, справедливое решение. Конечно, на этом фоне последнее решение Верховного Суда выглядели довольно смелым. Я напомню, что Верховный суд отменил постановление Советского Суда, подверг его жесткой конструктивной критике. На самом деле, постановление очень серьезное, не просто вода. Я бы несколько раз перечитывал, отмечал там некоторые моменты, удивился, что на это способен сегодня суд в Дагестане. Но давайте будем до конца откровеннее. Все-таки Верховный суд немного струсил, и вместо того, чтобы отправить меня сразу домой, хотя бы под домашний арест, вернул это дело на рассмотрение опять в этот Советский суд. Сосложка на то, что сейчас там еще сложные дела, там времени мало, не может Верховный суд рассмотреть. Что сделал Советский суд? Вот Верховный суд отменил постановление, жестко прокритиковал его. Что сделал Советский суд? Там добавили к моему делу две записочки, фактически с готовыми анекдотами, причем очень устаревшими. Эти анекдоты на каждом суде рассказывает следователь Террио. Там просто новые фамилии под этими записочками появились. И больше ничего абсолютно не по существу. И на основании вот этих двух анекдотов Советский суд полностью закрывает глаза на всю эту конструктивную критику. Я сейчас эту критику повторять не буду, адвокаты, я тоже, мы об этом уже сказали. То есть Верховный суд прямо говорит, этих оснований для продления недостаточно. Этих оснований достаточно только для первоначального заключения под стражу. И при этом Советский суд ничего не добавляет абсолютно, никак не отвечает на это. Они просто поддерживают, основания остались прежними, ничего не изменилось. Прямо так и говорят. Но почему-то этих оснований становится достаточно, чтобы закрыть глаза на всю эту конструктивную критику Верховного суда. В связи с этим, уважаемый Верховный суд, я обращаюсь к Верховному суду вот в лице вот этого уважаемого человека. Не наступайте дважды на те же грабли. Я вам советую, судья, не связывайтесь с этим Советским судом сейчас повторно. Не связывайтесь. Вынесите законное справедливое решение, отправьте меня хотя бы под домашний арест. Если вдруг у вас возникнут какие-то проблемы по причине этого решения, которое вы вынесете справедливого, законного, я как журналист от себя лично и думаю от лица журналистского сообщества в целом, обещаю вам информационную поддержку. С вами ничего не случится, но если вдруг что-то произойдет, мы обязательно вас поддержим и предадим дело огласки. Поэтому сейчас, уважаемые судья, ничего не бойтесь. Спокойно идите в совещательную комнату, попейте чай, выходите и скажите твердое слово правды. Скажите слово правды, по совести, по закону, как вы на самом деле думаете и знаете. Посмотрите на людей, которые перед вами сидят. Посмотрите на этого прокурора, как он разговаривает. Посмотрите на адвокатов. Я думаю, здесь все предельно очевидно. Мне оправдываться неудобно вообще. Спасибо. Буду ждать, пока вы выйдете из своей шательной комнаты. Здесь, конечно, вы поймете туда. Спасибо.